Че делаете то вообще? Зачем вы на меня? Вы зачем делаете? Вы зачем? Вы что делаете? Я ничего не делаю, я не хочу чтоб вы подсобки не снимали Уйди отсюда! Сейчас тебе колбасой в глаз Давайте сюда Карточка Уважаемый директор по свежести Скажите пожалуйста, когда вот это изготовлено? Ну? Когда вот это изготовлено? До какого угодно Не могу так сказать Вы что вы купили сейчас? Оторвался нам у вас на кассе Да нет, не было такого На полке уже оторван был На полке уже оторван был А кто вам докажет? Как вы докажете что на полке был оторван? Если я буду доказывать то это будет долго и больно Это будет дорого Давайте разберемся Я говорю, может он на кассе оторван? Нет, не оторван? Что делаете то вообще? Зачем? Вы зачем делаете? Вы что делаете? Я ничего не делаю, я не хочу чтобы вы подсобки не снимали Уйди отсюда Давайте сюда Все, до свидания Прикинь, камеру хотел похитить Ты зачем ограбить меня хотел? Зачем ограбить меня хотел? Зачем ограбить меня хотел? Зачем ограбить? Фару у тебя на машине, когда знака накопишь на просрочке Так, за руку меня не трогаем Офигеть! Что ты нафигеть? Офигеваешь? С тебя офигеваю Зашел в подсобку без разрешения и снимает на камеру Вас приглашали в подсобку? Да Кто вас приглашал? Ты! Не ты, а вы во первую Ты! Не ты, а вы Ну вот до свидания Че, до свидания Ну и зашел он, а че выйдет? Ничего, а какое он имеет право сходить? Прямое Ты че сказал? Ты сказал, пойдем разберемся Зашел в подсобку, я пошел за тобой В руках что было у тебя? Не надо нам возврат, спасибо Там реально не видно срок годности И нет гарантии, что... Какого хрена он на камеру хватал мне? Зачем вы меня снимаете подсобки на камеру? Ты зачем на меня смотришь? Я тебя за глаза хватаю Нет, смотрите Все, развернулся и ушел отсюда Из-за того, что дата оторвана Развернулся и ушел отсюда Я могу вам предложить возврат Иди шумись там в свою подсобку, понял? Там командует Ну давай Ты че подошел ты ко мне? А че, я стою, я тебя не трогаю Не трогай Ну и все, дальше разговаривай, общайся с человеком Тебе приятно так? В подсобку иди в свою Воняет Забейся, конечно воняет Чтоб ты ушел от меня, еще б не воняло Смотрите, я вам могу возврат предложить Ничего другого, нет гарантии, что это вы не оторвали Есть Есть Я вам вот прямо говорю, что есть Есть прямые доказательства Что это вы не оторвали? Я утверждаю, что это Третий раз тут находим просрочку Третий Это вы оторвали Если бы мы это оторвали, мы бы со всех сорвали А если бы мы бы оторвали, мы бы то же самое бы сделали Со всех бы оторвали, однако мы этого не сделали Что мы будем делать? Правильно так получилось, что на пирожном не в полной даты У кого в первую очередь, покупатели, наверное, больше имеют для вас значение? Нет, мы не уследили, да Вы хотите сейчас сказать, что этот гражданин самостоятельный оторвал, да? Ну, я не говорю Рот закрой, иди в подсобку свою забейся Я не говорю, что вы целенаправленно оторвали Может быть, когда перекладывали другие тары Где мне встать, чтобы ты был смелый, скажи мне Где? В подсобке Когда ты мне потом объяснишь? Вместо того, чтобы извиниться, блин, дать свою линию в гнев стоишь Молчал бы лучше, вот женщина нормально Павлик я Павлик? Морозов, что? Нет, просто Павлик Мы это не целенаправленно сделали Мы с ним, с реализацией данную продукцию И вам возврат готовы А согласова у вас просрочена была тоже не целенаправленно? Нет, не целенаправленно Случайно попала Случайно Какая колбаса? Которую вы меняли Какая колбаса Вы меняли Я вам могу предложить возврат Вы мне чек давайте? Нет, зачем нам возврат? Извинения наверх Я извиняюсь Я извиняюсь Все равно на этот возврат, не возврат, на перевоженку вашу Какого хрена ваш сотрудник хватает за чужие вещи? У него зарплата маленькая, он ограбить хотел меня или что? Нет, ограбить он вас не хотел С чего вы взяли? Ему просто не нравится, что вы его снимаете Он попросить мог? Для начала Во-вторых, мне тоже много что не нравится Мог, но не спросил Ну вот я тоже так Вы меня позвали в подсобку вообще-то Я вас в подсобку не звал Вы сказали пойдемте разберется Взяли мой товар и уничли У нас в служебное помещение заходить С чего взяли, что нельзя в ваше служебное помещение заходить? Потому что по закону По какому? По такому? По такому? По какому? Номер что ли сказать? Да Я прочитаю скажу Хорошо Я не буду перед ним извиняться, я уже за удивление нахожусь. Давай, напишешь. При мне, кстати, тебя несколько раз оскорбил. Да? Пидорет? Да, и при мне что-то... Как-то пару слов у меня каких-то вылетало, я точно не помню. А, типа дурочок, щенок как-то так. Ну это он, видимо, представлялся. Ну все-таки давайте я вам за оформлю. Здравствуйте, смотрите, у меня такая ситуация, вот человек меня ограбить хотел. Конфликты был вообще ни с чего, я не знаю, с чего он так себя начал вести, на самом деле. Он как-то ударил или просто... Он вот так начинал прям вырывать. Гупрошку? Вообще, гупрошку у меня это вообще не было. Вообще с чего он так себя вести, я вообще не понял. Он стоит там, что-то обсуждается с этой. Тут поворачиваются. Что-то тебя бомбануло. Ахмед, зачем вышел-то? Извиняться вышел? Нет, запомню. Не извиняться, запомню. Меня зовут Борис Иванов. Контролер-валер подписывается на мой канал. Хорошо. Что запоминаешь-то? Лица. Лица? Вдруг придется встретиться. Да. Хорошо запомнил? Неоднократно. А мы сейчас с тобой не встретились, типа? Или что? Ты у меня память на лица показал. Память? Ааа. Уже забыл, да? У тебя, по-моему, ручка была? Да. Может оставить эмоции? Конечно. Это, видимо, что второй раз меня не ограбить. Типа снаряд в одну воронку два раза не попадает. Расскажите нам, пожалуйста. Вот мы вас хотели даже похвалить. Третий раз у вас в магазине. Находим просрочку. С каждым разом меньше. То есть вы исправляетесь. Все конфеты нормальные на этот раз, да? Все хорошо. А у меня один вопрос. Откуда взялся Ахмед и почему он так сделал? Зачем? Ахмед здесь работает. Заместительный директор. Он просто не хотел, чтобы вы его снимали. Мы, во-первых, зашли в служебное помещение, где доступ ограничен. Вы увидите это видео. Он сам сказал мне, пойдемте разберемся. Я пошел за ним. Он мой товар взял с чеком, правильно? Пошел. Я пошел за ним. Стоял нормально. То есть ничего не предвещало. Тут он оборачивается. Ни даже там не снимали. Ничего. Никакой просьбы уже не было. Вы видели. Начинает выхватывать. Это что такое? За него я не могу сказать, почему он именно... Ну это просто каждый день он так делает. Он его учит тут так делать или что? Его как бы с камерой каждый день не снимают. Но вы как считаете? Это нормально? Как не каждый день? У вас тут камеры сколько? Он таких должностных инструкций не получал? Выплатывать там у людей камеры? Нет, не получил. У него зарплата нормальная? Получается? Просто может человеку денег не было. Просто у человека может денег не было, да? Он решил украсть. Украинцев нету. Мы живем в Москве. Нет, ну кто-то мало получается, кто-то много. Может он встал на преступный путь, понимаете? Я не думаю, что он на преступный путь. Почему он не хочет извиниться сейчас? Я сейчас у него уточню. Я понял. В общем, извинения будет достаточно. Ну, напишем заявление, дальше следователь рассмотрит. Если что, ему как бы, ну сколько... Даже грабеж, если считать. Ну, года четыре ему следит. Вы уверены? Ну, 161, часть 1 до 4 лет будет. Вы прямо считаете, что он целенаправленно вас хотел обидеть? Слушайте, ну если вот я сейчас полезу к вам в карман доставать телефон, я что буду сделать? Позвонить мне нужно будет или что? Вы как думаете? Или случайно? Из-за того, что он телефон не любит. Они каждый день с ними связываются. Да. Я вот магнитные волны не люблю. Это нормальное оправдание, что ли? Или что? Как считаете? Вы же его как бы непосредственно начальство. Я считаю, что это ваш просчет тоже. Я не считаю, что у него мотив был украсть вашу. А что он хотел сделать? Он просто не хотел, чтобы... А вырывать зачем? Он был попросить, у него язык есть? Он же, вот меня что возмутило больше всего, то что он абсолютно нормально общался и в какой-то момент просто вот так поступил. Я не могу сказать, почему он зависит. Просто я вот не понимаю, какое вот к магазину к вам должно быть отношение, то что там не оформлять там, да, по миллионам штрафы не выписывать, да, по 238-й там не привлекать, да, вас к уголовной ответственности. Какое отношение должно быть, если вот нормально с человеком разговариваешь, что-то он берет и набрасывается? Ну как так? Он что, неадекватный? Ну что? Нет, он что неадекватный. Ну почему он не захотел, чтобы вы снимали? Нет, не захотел одно дело. Не хотеть можно все что угодно. Я вот тоже, может, не хочу там многого, да? Вот. Я не хочу, чтобы вот вы торговали просрочкой, да? Например. Мы стремимся к этому. Вот. Я же вас, я же вас не выхватываю, блин, руки там или там, не знаю, не выхватываю майку там и не иду там собирать просрочку вместо вас. Правильно? Я же не делаю ничего незаконного. Я все, все делаю по закону. Почему? Он не мог банально даже попросить. Просто попросить. Почему он не сверится в магазине? Ну я с ним инструкцию в этом плане проведу, как надо просто варьбу сходить. Ну на свиданку к нему сходите, проведете, конечно. Просто ей еще извиняться не хочет. Ну он что, особенный что ли или что? Я просто не могу ничего сказать. Ребята, у нас заняться есть. Я не могу сказать, почему он... Можете прокомментировать. Почему это так произошло? Не могу сказать. Он такой же человек, у него такие же стрессы накапливаются. Ну да. Хорошая правда. Почему у меня стресс не накопился? Почему я ему не ответил, например? У меня тоже стрессы накапливается. Я за вас тоже не могу сказать. Что у вас в порядке? Ну вы как считаете? Он хорошо поступил или плохо? Ну я считаю, надо все-таки мирным путем урегулировать конфликт. Ну это как? Это плохо или хорошо? Вот его поступки конкретно. Не зависимости от мотивов. Вот конкретно его поступок. Вы все видели. Как он поступил? Хорошо или плохо? Вы хотите, чтобы я его или поддержала, или осудила? Понятно. Я психологическую беседу с ним проведу. То есть, значит, плохо. У жертвов окучивайте маленькую без защиты одежды. Кто ее окучивает-то? Я не знаю, ребят. Мы с ней мирно разговариваем. Кстати, можете дать комментарий? Где нас восемь? Берусь. Ну, пожалуйста, скажите на камеру. Они на камеру даже преступников не будут останавливать, которые из магазина что-то вытаскивали. Что? Никто. Мы? Нет, я не права. Вы хотите, чтобы что-то на камеру произошло? Слушайте, а вот мы вот с Борисом недавно столкнулись, Бориску поймали в магазине. И вот мы ждали приезда полиции, его ждали в полицию. На 15 тысяч рублей украл. Украл товары на 15 тысяч рублей, представляете? Я представляю, и как бы недопустима такая мысль, что это возможно. Но, как правило, все считают, что это не у меня украли, за чего мне принимать сейчас. Ну, к сожалению, да. Просто вот оценку вашу хотелось бы услышать. Это негативный все-таки поступок Ахмеда или нет? Ну, то, что он, конечно, камеру вашу взял, это неправильно. Надо было попросить. Сказать, что он не хочет. Хотя бы, да, хотя бы попросить. Понимаете? А то сразу вопрос. Даже если забыть о этом поступке, следующего действия я вообще не понимаю, но я не видел этого всего, да? Когда я его дошел, вот этот ваш сотрудник сам, да, он не оскорблял прямую... В смысле? Да, я слышал, что он использовал. Использовал, но недопустимо использовать. У вас же тут везде даже таблички снимать можно, или где тут зеленый этот трубочек. Если уж глубоко копать, да, с чего бы это он взял, что там кто-то его должен не снимать? Он же не особенный, правильно? Я не знаю там, что сегодня. Смотрите, девушка, мы тут с полицией общались, они сказали, вот, ждать Ахмеда, да? Если он убежит, сказали, будет не мужчина. Может, он прибыл. Не убегет. Не убегет, да? А что случилось? Мы пойдем покушать. Он грабитель у вас, к сожалению. Ограбить меня хотелось. Что он вам сделал? Ограбить меня хотелось. Что ограбить хотелось? Что у вас есть такое? Вот, мою имущество, видите? Ну, сорвать пытался. Дорого стоит. Видимо, хотел продать наши цены. Я тоже так думал, честно скажу. Вот, к сожалению, это не так. Вы обслужите покупателей у нас. Хорошо, вы сейчас кушат пойдете? Да, мы придем. Может, не надо они такое видеть? Ну, он же извиняться даже не хочет. Видите, как? Я тоже рад, что в органе работал. А, видите? Ну, вот. А органы наказать? Они едут полтора часа, представляете? Надо их тоже наказать. Как-то. Все должно быть нормально. Вы обслужите человека? Можно было. Можно было, но... Ну, сейчас можно. А где он? Ну, где он? Не улаживай. Ну, ладно, мы еще вернемся. Ну, вот. Ну, я даже не знаю. Немного, надо был. Я не знаю. Надо было. Ну, вот. Субтитры сделал DimaTorzok